Привет, друзья! Сегодня у нас на канале очередной обзор на набор лего из серии Гарри Поттера. Сегодня это конструктор под номером 75 955 Хогвартс Экспресс. Вот вы видите коробку от этого конструктора. Она достаточно большая, чтобы вы понимали. Вот моя рука. Вот она. Вот моя рука взрослого человека. Хотя это ставится под сомнение, поскольку я записываю обзор на лего из сказочной серии. Вот. Что мы знаем про этот конструктор? Значит, серия Гарри Поттер и фантастические твари туда же. Возраст от 8 лет полагается, что до 14, но как написано в описании на сайте. И взрослым не составит труда собрать этот конструктор. Этот набор вышел в самой первой серии лего с Гарри Поттером. И, что знаменательно лично для меня, он был первым, который я купила в этой серии. То есть вот именно с этого конструктора началось мое помешательство на лего Гарри Поттера. Если честно, я вот даже не хотела покупать, потому что я равнодушна, во-первых, к поездам, а во-вторых, к Хогвартс-экспрессу самому. Как бы в сказке про Гарри Поттера меня вот этот момент с Хогвартс-экспрессом никогда особо не занимал. Вот, но, значит, мы его купили. Когда он вышел, он стоил, я думаю, тысяч шесть, например, без скидок. Сейчас его можно купить где-то, я думаю, тысяча шесть-восемь. Если я найду ссылку на место, где его можно еще купить, то я вам ее оставлю. Так что смотрите, она будет или в описании, или там где-то на видео появится. Вот. Значит, купила я его. Он мне очень-очень зашел. Я сейчас буду показывать его в собранном виде и расскажу, почему он мне понравился. Ну вот. И с тех пор я собираю все конструкторы Лего с Гарри Поттером. Как бы странно это ни звучало. Так. Распаковку я вам, к сожалению, показать не смогу. Потому что он у меня уже стоит собранный и давненько. Так, что-то какой-то автофокус тут. Я извиняюсь, если вам бьют по глазам. Но что-то это само как-то тут работает. А вот, значит, на обратной стороне коробки мы видим все хитрости, которые можно проделывать с поездом. А мы видим все мелкие детали конструктора. И сейчас я его покажу вам вживую. А вы пока попробуйте поставить лайк. И это будет очень-очень круто. Так, автофокус я убрала. Должно стать значительно лучше. Поэтому смотрите. Не показала вам инструкцию. Она вот такая очень любопытного формата. На самом деле в конструкторах с Гарри Поттером у Лего часто встречаются неформатные инструкции. Например, посмотрите мой обзор на набор Тисова улица, дом 4. Там, во-первых, и коробка необычного формата, и инструкция. От таких вытянутых вертикальной инструкций, чтобы там помещались по 2, по 3, по 2, по 3 действия на странице. И как бы такое не часто встречается. И еще я не сказала вам, что в этом наборе ровно 801 деталь, если вас это занимает. Ну, в общем-то, я по этим цифрам всегда смотрю, насколько большой будет в итоге собранный набор. И вот я готова вам его показать целиком и полностью собранный весь. И сказать, что он действительно большой. В общем-то, это было одно из его достоинств и преимуществ для меня. И когда я его купила и собрала, это достаточно яркое было впечатление, поразившее мое воображение. Я думаю, что на тот момент, там где-то это 17-18, 18-19 год, это был мой самый крупный и самый дорогой конструктор. Тогда, потом все полетело в Тартарары, но об этом позже. Вот. Конструктор действительно большой, помимо самого поезда. Здесь есть еще платформа 9,75. Давайте, может быть, начнем с нее. Стой, Гарли. Так, поезд убираем. И вот сама платформа. Значит, это тоже такое достаточно немаленькое сооружение, нежлобское. А тут вот есть и платформа, и переход на какой-то еще ее участок. Здесь достаточно наглядно показана платформа 9, платформа 10. И между ними платформа 9,75. Из мини-фигурок. Мини-фигурок тут, наверное, Е6, да? А вот у нас Гарри с Роном катят тележку с чемоданами и крысой Рона. Там без автофокуса теперь она не фокусируется на тележке. Ну, ладно, будем в статичном варианте. Гарри и Рон, значит, у нас тут идут по платформе. Вот там Гермиона. Про остальных я сейчас расскажу уже в контексте рассказа про поезд. Поезд это у нас локомотив и два прицепных вагона. Видимо, вот это багажный вагон, второй маленький. И основной вагон для пассажиров. Что должна отметить? Во-первых, если вам видится и чудится пыль на этом наборе, то она вам не чудится, она там есть. У меня этот набор стоит собранным с самого момента покупки. То есть уже там два или три года. И я периодически его достаю и как-то там им пользуюсь. Там для съёмок, например, вы часто используете для каких-то интересных. Я собираю дорогу, и он у меня по полу ездит. Это я тоже отдельно покажу. Поэтому он пыльненький. А во-вторых, он сейчас находится немножко в модернизированном виде. Вот то, что вы видите, это не оригинальный его исходный вид. Это улучшение, которое мы сделали, чтобы поезд ездил автоматически по железной дороге. Ремарка к Хогвартс Экспрессу не прилагаются готовые рельсы в наборе. Но у Лего есть отдельные наборы с разными комплектами рельсов. Что приятно, они все сочетаются и взаимозаменяются. То есть нет какого-то специального поезда и каких-то специальных рельсов. Если вы купите любой поезд у Лего, то вы сможете поставить его на эти рельсы. Вот поэтому я купила несколько наборов рельсов. Я их вам покажу отдельно. И еще у Лего есть такие наборы. Для меня это вообще какое-то чудо мысли, короче. Но если коротко и на моем бытовом языке, то это вот такие автоматизирующие блоки, которые позволяют, типа моторчика, да, позволяют на батарейках запустить любой состав поезда, ездить автоматически по рельсам. То есть вот эти батарейки, эти блоки мы туда вставили, батарейки поставили, подсоединили провода к колесам. И, короче, поезд может ездить сам по рельсам, пока батарейки не сядут. Сейчас я вам покажу запасные части, которые остались при этом разгроме. Мне пришлось убрать крышу на двух вагонах и поменять колесную базу вот на этом вагончике. Поэтому, ну, как бы, вот я вам показать его в оригинальном виде весь состав не могу, к сожалению. Ну, чтобы вы понимали, типа это, вот тут нет обычно этого блока и есть вот эта крыша. Потому что, как бы, ну, он у меня вот всегда ездит, и я его поэтому не разбираю от этих блоков. Так стало гораздо веселее, и Хогвартс Экспресс стал веселее. И, что интересно, да, вот эти блоки, опять же, они подходят для автоматизации любого практически набора леков, связанного там с поездами или автомобилями. Ну, может быть, нужно будет повозиться, покопаться, как бы, но где-то там в описаниях можно почитать, что с чем сочетается. Как правило, это все реально сделать. Это, значит, про мини-фигурки я должна договорить. К поезду прилагается еще мини-фигурка Сириуса. Ой, я вру, наверное, это профессор Любин, да? Да, давайте посмотрим на коробки. Так. Коробочка. Да, это Римус Люпин, что-то я не то вам говорю. Это Римус Люпин, он едет преподавать в Хогвартс. И фигурка Дементора, которая тут встречается первый раз, а потом она будет повторена в сцене, когда Гарри на озере спасает Сириуса Плэка. И еще одна интересная фигурка, это персонаж, которого вы вообще вряд ли вспомните и заметили. Это женщина, которая управляет тележкой со сладостями. И вот здесь вот в сладостях шоколадная лягушка есть. Лягушка, кстати, это одна из моих любимых деталек любого конструктора лего. Положите лягушку в набор, и я садю с ума от шести. Ну и другие тут есть сладости. Вот у третьего вагона, значит, у нас снимается еще стена. И там можно устроить вот этот весь антураж, что школьники будут там сидеть. К ним подъедет тележка со сладостями, они ее купят, будут баловаться. А Римуса попытаются достать Дементор. То есть не Римуса, а Гарри, а Римус. Сейчас... Ладно, не буду спойлерить. Что-то я разошлась. Ну, я не знаю, вроде бы я вам все рассказала, что хотела про этот набор. Если что-то там вы захотите узнать поточнее, то спросите в комментариях. Лайки я вас уже попросила. Продолжу еще вам подписаться на канал, потому что будет скоро на канале большой обзор всех наборов Лего с Гарри Поттером, которые у меня есть в собранном и разобранном виде. Ну и, конечно, вы можете смотреть отдельно наборы на каждый конструктор. Будут все видео для каждого набора отдельно. Какая-то часть уже выложена, какая-то часть еще будет выложена. Но вот сегодня я вам показала свой первый набор из этой серии, с которого началось все. Субтитры сделал DimaTorzok